Даниловское кладбище Теперь 8 марта, день усекновения главы Иоанна Предтечи, является и еще днем памяти Святой Блаженной Матроны Московской. И в этом году в Покровском женском монастыре, куда были перенесены мощи Блаженной Старицы 18 лет назад, Патриарх Московский Евсея Руси Кирилл и Патриарх Болгарии Неофит возглавили Божественную Литургию. Вы и возглавляемая вами Церковь, несмотря на очень непростые исторические обстоятельства вашего и нашего общего бытия, остаетесь верны Святому Православию, его каноническому строю. Вы вносите и вашу Церковь особый вклад в сохранение Всеправославного Единства, строго основанного на канонах Святой Православной Церкви. Предстоятели русской и болгарской православных церквей поклонились честным мощам Блаженной Старицы Матроны, почивающим в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Величается святая праведная Боженная Благородица. На богослужении присутствовали глава болгарского царского дома Симеон II, а также настоятельница Покровского монастыря Игумения Феофания, насельницы Покровской обители и воспитанницы детского монастырского приюта для девочек. Я хотел бы вручить вам, матушка, юбилейный крест Святаго Князя Владимира. Блаженная Старица Матрона прославилась праведной жизнью и многочисленными чудесами, совершенными ее молитвами ко Господу. Сегодня тысячи людей обращаются к ней с просьбами о помощи в различных жизненных невзгодах. Очень часто хожу в этот монастырь, мне очень нравится тут. И просим тоже, помогает нам Матронушка. Ежедневно сотни верующих стекаются к мощам Святой Матроны. Длинные очереди выстраиваются из людей, приехавших с разных уголков страны, помолиться и попросить у Матронушки помощи. Илья Анисимов, Татьяна Осипова, Светлана Леонтьева, телеканал Добро ТВ.